В фойе Ледового дворца две очереди. Пока одних досматривают полицейские, другие закупаются пирожками. Болельщики готовятся к очередному матчу Еврокубка. В Саратове все готово к игре с пауком. Более пяти тысяч проданных билетов. Это больше, чем на последних домашних матчах регулярного чемпионата. Оно и понятно. Соперник приехал именитой. Греческая команда является одной из самых титулованных в Европе. Этот форвард один из любимцев местной публики. Американец Джефф Брукс еще в прошлом сезоне выступал в итальянском чемпионате. В Саратов переехал летом. По словам наставника черно-белых, легионер стал одним из лидеров команды. Автодоровцы вышли вперед только во второй половине игры. За несколько минут наши баскетболисты сделали счет разгромным. В основном благодаря трехочковым. Каждый второй бросок из-за дуги достигал своей цели. Мы приехали. У нас была не самая лучшая ситуация в турнирном положении. Да и проблема с травмами. Несколько игроков пока не могут помочь команде. В то же время мы постарались, несмотря ни на что, оказывать давление на соперника и притинговали. Но если мы посмотрим статистику, Автодор превзошел нас по всем показателям. Россиянам удалось в одной только третьей четверти набросать нам семь трехочковых. После этой игры автодоровцы одни из лидеров группы. Теперь черно-белым предстоит перелет в венгерский сольник. Это в ста километрах от Будапешта. Там наши баскетболисты поборются за первое место в группе Еврокубка. Роман Базан и Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив. Роман Базан и Игорь Шишилин.